Дарк Соус 3 Слева от входа в храм... Это норма? Что-то явно не так. Хорошо. Это на самом деле удивительно, потому что я не понимаю, что это вообще такое. Но мне кажется, что мне нужно сюда прийти. Интересно, а с чем это связано? А, это наверное... Ну, я только консоль включил, нагрузилась, наверное. Короче говоря, слева от входа в храм находится какой-то очень злой враг. Настолько злой, что просто до зубовного скрежета. Но у него можно получить что-то. Опять же, что-то. Это, видимо, здесь. Пойдем посмотрим. Надеюсь, что он будет реально конченый. Потому что... Да, смотри, тут какая-то дорога. Потому что мне реально хочется боли. Не знаю, предыдущие видео... В них была боль, но ее было мало. В принципе, было очень просто. Игра не вызывает каких-то пока серьезных проблем. Вон там парень у нас стоит. Я уже вижу его. А ты, мать-то это такой. Я уже видел своего врага. И я чувствую, что он доставит нам проблем. Поэтому давайте мы прежде сделаем хоть что-то нужное. И посмотрим, что же тут вообще такое. А, ну это, по сути, мне кажется, мы сейчас придем к той башенке. То есть это второй подход к той башенке. Да? Или нет? Башенка вон. Ну, здесь мы тоже как бы были. Это тоже как бы не критично. Вход в храм там снизу. Здесь мы еще не были. Ну ладно, давай попробуем. Только так, секунду. Ага. Там кое-что было. А ты конченый, да? Я по тебе вижу, что... Ого. Давай вот так вот по чесноку. По красоте, парень. Ну выпендривался. Все как обычно. До свидания. Под конец он становится чем более конченным, так. По ощущениям. Аккуратно. Трупы летают. Ну, иди сюда. Давай, красавчик. Получи, тварь. Просто так, чтобы обидно было. А он рашить начал? Тихо. Давай. Отдай мне свою катану. Я буду очень благодарен. Учи-го-тана. Ути-го-тана. Одеяние аса-перчатки. Аса. Парень был неплох, реально. Я, как обычно, пожадничал и все дела. Этот доспех, несмотря на свой потрепанный вид, часто становится предметом хвастовства. Известно, что мастера могут избежать атаки даже самых острых лезвий, в то время как их одежда превращается в лохмотье. Не, оно мне, конечно, нравится. Но надо ли? Вообще, в целом. Что-то у нас с показателем-то... Ну, такое, да? То есть, практически голый бегший. Мне тупо внешний вид не нравится, честно говоря. И я, наоборот, хочу чуть-чуть потяжелее. Хорошо, давайте посмотрим на Ути-го-тану. Как вы знаете, я люблю это оружие. Именно в серии соус. Оно неплохое. Потрясающе острая катана, искусственно выполненная в восточных землях. Тонко заточенное лезвие катаны обладает настолько острой кромкой, что вызывает ужасное кровотечение. Этот хрупкий меч легко раскалывается и ломается. Навык AI. Встаньте в исходную позицию, выполните быструю рубящую атаку шагом вперед, вслед за которой идет более сильно отражающая атака. Можно использовать в различных ситуациях. Ну-ка. Я так понимаю, что с крепкостью у тебя вообще все в беде, да? Прикольно. Круто, слушай. Мне очень нравится. Хорошо, давай посмотрим, что еще тут есть. Как вы понимаете, там нужно еще дверку одну открыть, чтобы открыть башню по той стороне. И это реально интересно. Ну, со второго раза, не с первого. Я бы не сказал, что этот персонаж очень-же легкий, но и несложный, больно-то так. Я бы его и с первого раза убил, но бы мешает, верно? Если бы ДКБ во рту выросли. Ах, рыбы. С этой стороны не открыть? А что там такое вообще? Мне кажется, что туда можно попасть, подкрыв ту самую дверь. Ну, с той стороны храма. Ладно, между тем, давайте вернемся к нашим путешествиям. Ну, а что это такое тут появилось? Оно тут было вообще, нет? Короче говоря, прикол в том, что мы с вами находимся в деревне нежити. И деревня нежити — это такое место, где на самом деле довольно сложно. Но интересно. Маленький обычный деревянный щит, украшенный древним символом двуглавой птицы. Навык парирования эффективен. Так, погони. Вот так-то. Кто-то просил попробовать встать в стойку с двумя оружиями. Я пока не пробовал. Давайте посмотрим. Не знаю, может оно как-то изучается. Может быть, что-то эдакое. Но на самом деле пока что я какого-то особого прикола во всем этом деле не вижу. Такое ощущение, что нет. Напишите в комментариях более подробно. Я пока не успеваю разобраться с игрой более плотно. На вики засесть, там, почитать вот это вот все и тому подобное. К сожалению, все, что я могу сейчас уделять по вниманию этой игре, это именно вот садиться играть в нее. Я не успеваю разобраться во всем, что тут есть. Это на самом деле немного печально. Но между тем, пока что имеем то, что имеем. Так, катана на самом деле не особо хороша сейчас, потому что она не прокачана. И, кстати говоря, говорят, что вот эта женщина... Я на самом деле думал, что она похожа, но не думал, что это именно она. Но люди говорят, что это одна из тех женщин, которая была в Маджуле. Вернее, не в Маджуле, а в той хижине перед Маджулой, когда мы начинали Dark Souls 2. Я не уверен, она ли это, по крайней мере, по-моему, не очень похоже. Не очень, по-моему. Так, нам нужно 20 тысяч. Я не знаю, будем ли мы копить. Потому что что-то мне подсказывает, что... Сейчас лучше, покажется, заниматься чем-то другим, а не открывать вот это вот дело. Так, фляга с эстасом. Да, у нас осколков больше нет. Крепить снаряжение. Учигатану можно укрепить. С помощью осколков титанит. Ну, давайте. Я так чувствую, что с ней буду бегать долго. Нужно еще 4 осколков титанита. Их можно пофармить. Но пока что у меня нет времени. Я думаю, я справлюсь и так. Знаете, в чем еще ее минус? В том, что она задевает поверхность. То есть, задевает пол, допустим. И, соответственно, ломается очень быстро. Говорят, что над самой первой локацией... Вот над этой. Где-то там что-то есть. И там что-то можно увидеть. Ну, гнездо, понимаете. Хорошо, мы пойдем сейчас из поселения Нежити. А не с оббитшалого моста. Который мы открыли в предыдущем видео. Потому что там был пыльномост. И я хочу посмотреть, куда он нас приведет. Просто интересно. Вообще, пока что эта локация нравится даже больше предыдущих. Хотя мне замок там пипец как нравился. Но вот эта деревня. Это что-то прям такое. Резидент 4 напоминает. Вот эти впечатления от него. Как я в первый раз играл. Прикинь. Целая деревня съехавшая. Круто. Тося, что ты делаешь? Копье костяное. Кстати говоря, копье я бы тоже хотел. Блин. Вот эти первые серии, они всегда идут про это. То есть, я определяюсь со стилем игры, который я предпочту для данного конкретного случая. А потом уже начинаю полноценно качать вот это вот все. Я ждал тебя. Анимация 1 в 1 из первой части. Огненная бомба. Так, хорошо. Где здесь ныкаются наши товарищи? Кто-нибудь помнит? Я вот, допустим, помню. Но далеко не всех. Здесь на меня сверху один товарищ упал. Ну да, неплохая пуха. Мне нравится. Вполне себе неплохая. Хорошо. Осталось определить, где он здесь растет. Я шел сюда. В результате с кинами мне... Ты пей его, пей! Господи, геймпад реально дохнет. Кто-то говорит, как можно так быстро убить геймпад? Почему ты его не починишь? Починить не от времени, а отохнет. Потому что для вас пилим это дело постоянно, наверное. На всякий. Оружие какое-то даже слегка оверпавери для этих мест нет. Что-то прям как-то опять исистало. Но пока что на ваншот не хватает. И нужно чуть-чуть прокачать либо ловкость, либо само оружие. Здесь, кстати, очень легко фармить осколки. Да, после порождения крови, конечно, привыкаешь играть именно как-то так. Всегда идти навстречу, первым наносить удары. Да и фона, мать, перелет, как обычно. И я на него откажусь. Оружие еще и довольно быстрое. Нравится. Штаны рабочего. Вас-то довольно много. Хорошо, вот отсюда, докуда-то я дошел. Я, по-моему, выбрался из этого места. Один в сердце пануло. Внезапно. Не вовремя, конечно, экспериментирую. Ну да ладно, почему бы и нет. Так, там стоит парниша, и туда как-то можно попасть туда, но как, я пока не понял. Парниша стоит, если что... Вон он. Да, его видно. А, да, ты же у нас конченый. Точно. Ну я думаю, ты сам подойдешь, и с тебе надо будет. Блин, вороны. Не знаю, как к нему попасть. Отсюда-то я по-любому никак не впаду. И он же сейчас будет беспокоить. Он достанет просто. Мне попытно. Слушай, а я там был. То есть это, по сути, то самое место? Да, вон где-то там бонфайр должен быть. Да-да-да, походу я прихожу именно туда, где я уже был. Это просто обход. Я не буду рубить эти бочки. Да-да-да-да-да, вовремя. Я вовремя развернулся. Сейчас он пульнет своей этой ерундой. Подо мной кое-что интересное в двух экземплярах. Хм, а не спрыгнут ли мне туда? Потому что тут наверху я, в принципе, уже все делал. Или это не то место? Или все-таки не то? Выглядит очень похоже на это не то место. Не-не-не, остаемся пока здесь. Драсьте ты, мать твою, кто такой? Иди ко мне сюда. Я не буду драться там. Серьезно? Серьезно? Мать твою, ну, трудно. Не то. На кой? Нашел время экспериментировать. Так, я, пожалуй, зайду сюда. Есть подозрение, что он этого сделать не сможет. Поэкспериментировал, короче. Правда. Так, сейчас. Ты-то откуда, господи, приперся? Так, что-то я, короче, лажаю. Я сейчас рифтнусь, реально, на ровном месте. Спокойно, спокойно. Бежим. Бежим. Мать его. Я на одном чуваке потратил. Да, это был явно не самый образцовый геймплей. Хотя уже прошло минут 20 с того момента, как я сегодня сел. Пора бы уже разыграться, а я что-то вот это вот... Осталась одна фляга. Вернее, один глоток. Круто, чё? Давайте поменьше таких врагов. Так, никто из вас кидаться на меня не будет. Эти вроде тоже докинуть пока не могут. Теперь мне интересно, как мне туда попасть. Давайте выдохнем. Относительно спокойно стало. Ладно, пойдём. Докидывает? Да вроде нет. Блин, мне хочется сюда попасть и отомстить им, но чё-то походу... Чё-то как-то... Чё-то как-то... Да, нет. На самом деле мы сейчас к бунфаеру подойдём, по ощущениям. Эти ребятки так-то неактивны, если так посмотреть. Не то, чтобы они там бегут на меня или что-то в этом духе. Но я чувствую, в один прекрасный момент здесь вылезет проповедница, и, короче, и начнётся. Господи, до чего это похоже на Блотборн? Где же то место, где я уже был? Чё это за лес? В этом лесу я точно не был. Этот лес, мне кажется, кстати говоря, где-то около того бомфаера предыдущего, который мы в предыдущей серии нашли. Ууу, слона-то я не приметил. Здрасте. Живая! Немного угля. Уголь надо применять, но я чё-то как-то пока не горю желанием. Так, хорошо, там вроде как туда. Давайте посмотрим, что здесь есть. Потому что здесь какая-то большая территория. Вполне возможно, сейчас какая-нибудь громозека вылезет и сломает мне шею. Это будет круто. Несмотря на то, что это будет не круто. А, ну вон он стоит, еплона мать. Там их двое. Ох, канализашка. Прям флешбеки. Настальджи. Жесть. Крысы. Серьезно. Они еще и заражают, наверное, как обычно. Ну-да. Цестус. Чё-то какое-то прикольное место. Сейчас из этого тумана вылезет такое, что я заверещу. Закрыто и открыто будет только с той стороны. Или цепи в этом виноваты? Нет, открыто я не могу. Кто-то там есть, помимо. Там здоровенная крыса, судя по всему. Я хвост вижу. Да, смотри. Кольцо кровавого укуса. Супер. Нравится. Я так понимаю, оно такое же. Увеличивает сопротивляемость кровотечению. Ну, пусть будет. Пусть будет. Чё, кольца вообще не ношу? Кольцо теперь мое, в принципе, да? В этом тумане меня ничем не начинает кошмарить. Господи, куда я иду? Я как обычно, короче, вот это вот. Ну, я думаю, я сейчас на башню поднимусь таким макаром. Или погонь. Вот она победа. Вот она, родная. Это на самом деле очень хорошая новость. Очень хорошие, мать его, новости. Реально победа. Так, большая крыска здесь. Она по-прежнему там? Да, она там. Но она как бы никакая, поэтому бояться её боль не стоит. Но всё же, я думаю, если что-то там произойдёт, она может меня убить влёгкую. А на ту сторону подняться я, понятное дело, не могу. Блин, катана всем хороша, но... Жалко, что здесь нельзя брать двуручное оружие. По крайней мере, пока я этого не увидел. Собака, ты же не будешь кусаться? Будет. Она меня укусит, пока я не... Ну или нет. Нашим легче. Вот этих пацанов я что-то реально боюсь. Их там ещё и такие количества. Туда можно упасть. Я не понимаю, что там такое. Уголь. А, там это. В таких узких помещениях это будет забавно. Так, ладно, давайте сначала сходим в этот собор огромный. Посмотрим, что это за хрень такая. Вроде как это относительно безопасно. А после этого уже пойдём долбать этих парней. Потому что я так чувствую, что... Мне этого сейчас не совсем нужно. А, пойдёт. Ну там тоже дверь какая-то. ФПС, ахаха, что ты делаешь, прекрати. Я, короче, куда угодно пойду. Ну, чтобы не туда к этим парням с чанами идти. Чё-то они мне не понравились. Много сообщений. Транспозиционная печь внутри. Серьёзно? Вперёд проклятое... А, впереди проклятое великое древо. С этой стороны... Ау. Понятно. Понятно. Так, ну оттуда вроде как больше никакой дороги-то нет. Вроде как мы эту тропу полностью почистили. Ну, пойдём ковырять этих парней. Я думаю, что в итоге, если не первый, то второй нас убьёт. Но мы будем сражаться как тигры просто. Хотя сейчас все разрешаем. Ну, конечно. Конечно же, да. Надо по одному выманивать. Для этого мне нужно... Так, лук у меня стоит, в принципе. Чё-то я, короче, этот... А, да, стрела не стоит. О, зато тех-то 11 есть. Иди сюда. Иди сюда, родная. Можно было бы сразу по умолчанию врубить... Ну, его даже не покоцало так-то. Ладно, не знаю, хороший ли это момент или нет. Я думаю, не очень. От числов. Да, блин, опять на тот же момент. Привычка. Иди сюда. Хэшшот понравился мой. Ну, я так посмотрю, оттуда выход какой-то есть вон там. Удачное место для драки. Так, это место полно. А-а-а. О-хо-хо-хо-хо-хо. Серьёзно? У-а-а-а. У-а-а-а. красоты зачем скажи ты мне вот так заканчивают все выпендрежники которые не просто стараются сделать там сильный удар типа под конец фаталити ой мудак зачем я это сделал зачем другой стороны когда он выкидывает чан его мувсет становится по моему заметно проще и Хе, здрасте Внезапно Ну куда же ты делась, ну Давайте подождем, пока они сбегут к нам Потому что что-то как-то там целая процессия шла Я не знал, что здесь у вас столько всего веселого Эй Так, ребятушки ушли, ребятушки уходят Пусть себе идут Мне не жалко Пусть идут на все четыре стороны Я думаю в этот раз у меня не будет такой удачи Что я просто возьму сейчас И сделал так, что один из них упадет Для меня самое главное сейчас не спуститься вниз Для меня самое главное это посмотреть Что там вообще есть И я думаю, что это будет хорошее решение Так Так, секундочку В принципе у нас всего 9 стрел Я просто вспоминаю, где там болты, где что Можно с арбалета, кстати, долбануть Но нет Взяло и не попало Ну пипец Так, ладно Давай погнали, что ли Давай, давай Давай, кидай свою штуку Битва с каждым из них Это довольно весело Вот особенно вот этого Не спешим, все хорошо Живой, смотри Давно пора уже было просто тебя убить Ну, что-то я побаиваюсь Я не знаю, почему даже Они не такие сложные, они медленные И я быстрый Ну, побаиваюсь Парень Ох, вас сразу двое Почему мне такое Счастье-то привалило Давай, кидай свой чан с дерьмом Будь же молодца Ага Они практически никак не попадают Я так смотрю В смысле? Парень Иди сюда Он может просто растоптать Подхилл Ну Так, остался еще один Надеюсь, один Какое-то стрёмное место Хе-хе-хе Паренек Я тут Давай, пока Ну, я такой подумал Еще думаю, у него щит на спине Наверное, бэкстерт не сделается Не сделался Зато попробовали Большая душа Ну, на самом деле, неплохо Так-то Колодец, который без дна Значит, можно будет, наверное, с ним что-нибудь Хотя нет, навряд ли Даже в Dark Souls 2, где это широко практиковалось Там и плохо Здрасте Шейп Да, вот этот вот свинг Вверх-вниз Он Реально требует привыкания Он не в сторону бьет Строго Вверх-вниз По вертикали Красивый череп Мм, это Луринг Скал, что ли? Ну-ка, давай посмотрим Или это именно красивый череп Череп, пропитанный ароматом душ Создан проповедником церкви Глубин Разбейте в дребезги Разлетевшиеся души Привлекут врагов Действует Да, это он Там что-то какие-то звуки Такие, что Есть ощущение Что там что-то прям Эдакое будет сейчас Может, даже босс Не, вроде какие-то НПС Не НПС, вернее Враги Значит, босса Наверное, не будет Это кто вообще? НПС Да, реально НПС Ого Ммм Ммм Одна из тех, кто нестеркнулся, а ты? Нестеркнулся Все, что ты нестеркнулся Действуя, как будто ты Действуешь Респект Ммм Не важно Держи мои слова Если вы не слышите Вы идете 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 В этом земле Волосе Вы Какая фрилка На фронтах Если Какие другие Вы Вы Ммм Действуя Идете 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 Продолжение Идете 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 Он слегка похож на Орнштейна. Если, как с другой стороны, ты милый и должен играть чемпионом, то идти вперед. Я надеюсь. Если, как с другой стороны, то... Если мы упадем вниз, то мы, соответственно, сможем открыть эту дверь. Поэтому надо будет это как-то попрактиковать, что ли, не знаю. Только не босс. У меня сейчас немного другие планы. Не, на босса на самом деле не похоже. Хотя у нас, скажем, был Вильштадт, если кто-нибудь его помнит. Который был подобным мужчиной. Да, там, смотри, снизу спуск, но я не уверен, что отсюда я не убьюсь. Во-первых. А во-вторых, я хочу как-то потуканить врагов, которые там есть. И, в первую очередь, конечно, магичку. Потому что, если я туда спрыгну, когда она будет живой, я точно, 100% умру. Ну, не то, что 100%, но 95%. Ну-ка, кто-то идет. Ой, не знаю, ой, не знаю. Душе. Так, ну, давай попробуем спрыгнуть. Это практически наверняка меня убьет, ребятушки. Но почему бы не попробовать, верно? Только надо где-нибудь в более безопасном месте это проделывать. Хотя у меня не так много припасов, надо будет стрел, наверное, купить. Но я хочу совершить эти телодвижения. Блин, высоковато. Ну, ясно, ясно. Ну, не знаю, раз у нас тут такие дела, и все хотят меня убить, давайте попробуем... Так, здесь у нас относительно безопасно. Я думаю, они сейчас отступят. И почему-то мне кажется, что это лифт, точно. Смотри, кто-то уехал на нем. Серьезно. Я смогу его поднять? Ух! Ух! Хм... Хм... Да пруснись ты уже! Зигвард, господи! Как ты сюда попал? Пороче, я был взорвен в思ленности. Я Зигвард из Катарина. Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Здесь потому что есть какие-то... Нет, здесь нет никаких проходов. Все, что я могу сейчас, это куда-то спуститься. Ну давайте глянем. 6100 душ на кону. Не так, чтобы много. Но если мы их потеряем, то это отдалит покупку того непонятного, что мы хотим купить довольно надолго. Вот бы сделал так, чтобы кто-то нажал эту кнопку здесь. А я, кстати, думаю, что если мы будем играть в мультиплеере, мы будем призывать, здесь будут знаки призыва. То есть люди будут помогать друг другу. Один тот нажимает, второй поднимается наверху. Тимплей, тимплей. Так, внизу ничего нет. А здесь что-то прям пахнет боссом. Босс, им здесь пахнет. 6100 душ, прощайте. О, ну. Это было неплохо. Так, сейчас сядем по двумей. Так, я на этом не расскажу. В смысле? Прощай, Родина. Да твою мать. Да что ж ты, какая срань конченая. Я охренею, я охренею. Беги, родной! Хорошо, хорошо. Это называется идти просто на проблему. Оторваться на них. Я его убью. Никуда он нафиг не денется. Сигмайл исчез. Наверх? Пакуй секунду. А здесь нет понфайра где-нибудь поблизости наверху? Не, я все понимаю, там 6000 душ, но я поехал наверх. Это любопытно. Почему же он в тот момент ехал только вниз? Что вы все здесь делаете? Что вы все здесь делаете? Кто ты? Кузнец, это ты? Я помогу в любом случае. Молодая белая ветра. Я помогу в любом случае. Он... Ну-ка. Вот. Куда я попал? Короче, все интереснее и интереснее событие. Так, где у нас то, что мне нужно? Вот она, да? Ветка белого хинного дерева, полученная от гиганта, очевидно, в знак дружбы, превращает во что-нибудь свойственное для данной местности. Предмет пропадает после использования. Ваши союзники вас не тронут. Любопытно. Кузнец из первой части. Не старую, чего я несу вообще. Или я не говорил, что он не старый? Не важно. Дополнение помните? Пусть Артурис. Как его звали-то? Го-го. И у него отсюда обстрел в любой территории, походу. Именно про него, похоже, говорил наш товарищ. А там внизу определенно что-то гонченное. Мне сегодня просто везет. У вас нигде здесь бонфайра нету, друзья? Пожалуйста, мне всего один нужен. И на самом деле мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь мне помог с тем товарищем, который меня просто разносил сейчас. Так, вы не видели курсора сейчас? Вы же не выдумываете. К нему как-то можно подняться, только нужно понять, с какой стороны отходить. Похоже, не с этой. Я не могу увидеть, откуда именно. Или нельзя. Да где-то здесь? Да-да-да, вон оно, я и увидел. Все. Камеры сам вершу, короче, ни френа не вижу. Это все понятно, как мне вниз спуститься. Я бы на самом деле больше хотел вниз. О-о-о, тихо. Не убейся только. Почему-то у меня такое умиление, когда я его вижу. М-м-м-м. М-м-м. М-м-м. А-а-а-а. М-м-м. 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 М-м. 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 которого, которого меня пугали. Может быть, дело в том, что я увидел его не сразу в самом начале игры, конечно же. Но, тем не менее, он определенно был нормальный. А вот этот, который нас внизу ждет, он реально кончен. Так, и что же нам с тобой делать? Наверное, не очень хорошо, то, что я застрял. Это не к добру. О, на мать! Фух! Ты как в порядке, бро? Огненный самоцвет. Ты не пугай меня, так я потом у тебя убила. Ты не пугай меня, так я потом у тебя убила. Ты не пугай меня, так я потом у тебя убила. Мы, уничтожены, должны поставить наши обязательства в первую очередь. Но, для сейчас, у нас есть тостер для вас. Ты была вера, моя мечта, и наша победа вместе. Лучше, чтобы солнце прожить. Тост. Круто. Так, погодь. Ну ты меня испугал, бро. Испугал. Сигвардовое пиво. Особо напиток Сигварда из Катарины. Почкообразная кружка скрасит любое путешествие. Восстанавливает здоровье на время, усиливает сопротивляемость обморожению. Сигварду удалось изобрести выпивку, от которой даже нежить веселится. Похоже, за годы существования в качестве нежити, он пристрастился к выпивке и к разговорам о своих славных свершениях. Ясно. Знаете, что еще ясно? Что прощайте, мои души. На самом деле, мне их жалко, но не так, чтобы очень. Я уже вижу, что я сюда не вернусь. Вернее, к ним не вернусь. Отсюда. Поэтому остается только двигаться вперед. Ну, я буду уйдать у меня небольшой ночи. Это единственное, что делать, действительно, после хорошего пива. Все спит. Сон. Ну, понравилось. Здесь бонфайры случаем нет. А то целая Диабло вылезла. Не знаю, о чем у бонфайры, но врагов тут вроде точно нет. Вроде точно нет. И как обычно. По-прежнему, кругом куча проросших товарищей. И никакой надежды на возвращение своих шести тысяч душонок. И это немного печально. Но зато убит огромный-огромный страшный хрен. Я даже не столько за души, я просто хочу отомстить показательно тому ублюдку, который нас снизу убил. Потому что как раз под конец, когда он начал меня убивать, я понял, как с ним бороться. Но в итоге мне не дали этого сделать. Я недоволен. Большая дубина. На большой дубине, я думаю, будет очень интересное описание. Вот прям дичайше интересное. Но если я вам не покажу это дело, то вы меня взругаете, как обычно. Здорово, деревянная дубина. Чтобы взять такой в руки, потребуется недюжинная сила. Все? Счастливо. Так, эту нычку надо взять. Эту нычку. Эту нычку надо... Да, опять мне тут кнопку нажимать. Стрелу надо купить. Надо купить стрелу. Оно так не работает? Ну ладно. Я пытался... А! Кто там говорил, что они починили хитбокс? Да нифига. Да, блин. Всегда делает шаг вперед при начале какой-нибудь анимации. В нашем случае это не очень. Прости, она мне надо. Северный шлем, северный доспех, северные перчатки, северные штаны. Это похоже того самого парня, за которого мы играли в самом начале. Железный шлем из тех, что носят дюжи северные воины, покрыт искусным узором. Железо обеспечивает превосходную устойчивость, а поскольку это предмет севера, он помогает сопротивляться холоду. Вот такой товарищ с катаной. С северной катаной. Так, у нас осталось и там еще. Я пока что по-прежнему, я, конечно, похуже кувыркаюсь, но, в принципе, неплохо кувыркаюсь. Я, честно, так побегаю, но мне хочется. Пипец. Я думаю, что кузнец-гигант нам будет как-то помогать. Но он нам не помогал. Ну и не убивает, что уже хорошо. А здесь по-прежнему есть куда идти все ниже и ниже. Круто. Я практически уверен, что мы сейчас в итоге, короче, через вот это здание пойдем. Через террасу. Здесь же у нас прохода нет никакого. Ну да, все. Погнать тогда. Это вроде как единственный путь на данный момент. И сейчас они попадают и начнут меня бить. Это чтобы отступать было проще. Пилюля из красных жуков. О, как. Так, хорошо, смотрим. Пилюля из красных жуков. Где-то и есть. Бледный язык, кстати, я не смогел. Угу. Очевидно, что она в самом начале. Так, лазурный путь. Крашные. Понятно, это уже было. Пилюля. Хорошо. А вот она. Лекарственная пилюля сделана из давленных насекомых. Пилюля красного цвета временно усиливают защиту от огня. Только они там по-другому назывались. Их готовили проповедники в храме глубин. Раздавали последователям, чтобы облегчить их страдания от пламени. Я говорил, такая замалуха будет. Не я говорил. Я говорил. Я вот это хотел сделать, я вообще-то. Красивый череп. Супер. Кстати говоря, от этого здоровенного хрена можно было просто убежать сюда. Но это не наш метод, Шурик. Не наш метод. Что же это за кострище? Блин, мне очень неохота в местном лоре разобраться. Но пока что подсказок не так много. Прям интересно. Дикий интерес. У меня в второй части такой интересный не был. Это тут побежьте. Живая. Ну давай, давай. Да. Прости, чувак, я был вынужден. Все-таки катана не так хорошо подходит против быстрых врагов. Крепкая тварь. Блин, прикольный удар. Но, конечно, он... Может, это парирование своеобразное? Похоже на то. Ну, чисто по движениям. Что-то эдакое. Это не мимик. Цепочка тянется от меня, а не ко мне. Верно? Что-то без бимика проблем хватает. Понял. Серьезно. Такой бардак, творец. Это пипец. Ого. А вот этого я еще не видел. Да нет, так не выйдет. Надо вот так. Самый безопасный вариант. Это ты у нас плевался такой, да? Прикольно. Будем знать, что они так умеют. Так, мужчина, подвинься. Комок темный, смолый. Так, разбираемся. Для чего-чего? Сразу читаем. Угольная смола, сгнившая от человеческого пота. Нанесите ее на оружие в правой руке. Оно некоторое время будет наносить урон тьмой. Как правило, смолу использовали в поселении нежити для хранения тел и похорон. Но, дойдя до такого состояния, она становилась особо ценным элементом определенных церемоний. Короче говоря, по подозрениям, это какая-то секретная локация. Ну, не особо секретная, ее довольно легко найти, но... Ну, совсем необязательная. А, так вот у чего проблема, да? Так, сейчас падет магия, давайте мы отойдем и, короче, хватной их примем. Да-да-да. Тихо. Две сразу это на урыл. Ну, можно, но зачем-то. Иди сюда, родная. Ты очень хорошо поступила. Так, сейчас сначала... Я знаю, что ты сильно бьешь, но сначала я хочу попробовать кое-что. Давай. Ну, давай, господи. Иди-ка ты нахрен! Почему у меня парирование не сработало? Come to me, Игорь. Иди нахрен. Это становится уже любопытным. Я придумал. Сейчас будет интересный. Игровой момент. Я лучше подлечусь. Что-то опасно. И у нас опять в 6000 душ, на котором бежать уже не так сильно хочется, честно говоря, сюда. Она не придет. Я в шоке. Сквозь стену. Прям сквозь стену. Последняя аптечка. Лучше так, неторопливо, но не рисковать нафиг. Ну его. Я вообще хотел, если кто не понял, отпарировать ее. Но что-то как-то... Не знаю, с этим парированием надо разбираться. Дайте мне, пожалуйста, бонфайр или выход отсюда, потому что мы уже здесь полтора часа бродим. Колобродим. Внезапно ничего нет. Куда-то проход. Ты же не поедешь никуда, верно? Деревяшка. Кольцо Флина. Кольцо Флина. Серьезно? Это же круто. Снижение веса снаряжения усилит физическую атаку. Ну, можно, короче, раздеться до гола и, в общем, дамажить по страшному. Зря я это делаю, опять же. Потому что лечилок-то нет. Так, кстати говоря... Ну, я не знаю, опять же, зря делаю. Я сейчас убьюсь. Я уже вижу это. Это таким образом, типа, человечность вернулся. Ой, мамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамам Я так тупо умер, это пипец Это просто не передать словами Я здесь вот скатился Души, спасибо огромное Я уж думал, я вас потерял Я уж думал, все Ой, ребят Куда я, мать его, иду? Куда я просто иду? Вот это вот вообще, вот это вот непередаваемо И почему главный герой так соскользнул? Это же было так очевидно, зачем я это делал? Игра Пощады Пощады, игра Давайте сделаем, знаете как Я вот чувствую Вот я чувствую, сейчас произойдет пипец Поэтому, если что, я, короче Воспользуюсь косточкой Это вы у меня намекаете, что косточка тут На самом деле, далеко не лишняя, да? Хорошо, так, я хочу посмотреть, что там снизу Снизу Жопа, 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 жопа А, слушай Это же то самое место, которое было закрыто, по-моему И сейчас я где-то у кого-нибудь выйду Или что? Или как? Пока что по-прежнему любопытно Пойдем смотреть, что тут есть Либо давайте убьемся Потому что, какого хрена, верно? Спокойно Все прошло как по маслу Я хочу жить И я буду жить И на меня сейчас никто мотива не кинется Верно? Игра Ау Одеяние из мира Серьезно? Я уже не то выбираю Одеяние из тех, что носят рыцари мира во время путешествия Только настоящие рыцари получали такое одеяние с твердой кожей Этим рыцарям поручалась особая миссия Впрочем, тем, кому удавалось ее выполнить Те, кому удалось, можно пересчитать по пальцам Показатели довольно хорошие Ну, для такой брони Жалко только шапки нет Что на самом деле, наверное, все-таки хорошо Богото Чумазы по-прежнему, конечно Ну и ладно Так, что еще я хочу? Надо успокоиться, потому что, блин В целом-то у нас все хорошо Относительно, опять же Уголь восстановлен Да, вот здесь снизу я нарезал Точно, точно 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 Хорошо Мы можем спрыгнуть вниз Это на самом деле прекрасные новости Бонфайр у нас довольно-таки близко тоже Indeed, как говорится Но при этом При этом, я не знаю Стоит ли сейчас прыгать сюда Да, конечно, стоит Это как бы единственный путь Но все же Короче говоря Отсюда я могу спрыгнуть Только вот туда вниз И вроде как больше здесь ничего нет, да? Никаких секретных дверей Ничего Зачем я это делаю? Зачем я по-прежнему иду вперед? Короче Давайте-ка мы вернемся в Храм Пепла Как-то так Короче говоря Сегодня мы с вами Неплохо продвинулись вперед Несколько раз потерпели боль Но на самом деле Я, во-первых, прошелся по долгам То есть я получил Утиготану Она мне довольно сильно понравилась Но при этом у нее есть Такие очевидные минусы, да? И все же вполне себе неплохая Броня Миры какая-то такая Не знаю, внешне не нравится По показателям вполне себе И, кстати говоря, у того мага Вроде как можно поднять пять уровней на халяву Но буду делать я это в последний момент Потому что сказали, что После поднятия пяти уровней он умрет И чертова знает, что там будет дальше Не знаю, короче говоря Про качество я тоже буду в следующей серии уже Потому что сегодняшняя и так подзадержалась Ну, вышло как вышло Мы сегодня с вами открыли походу секретную локацию На ней нашли кольцо Флина Опять же, не то, что прям дико секретное Но просто ее довольно сложно найти Нашли старого знакомого И продвинулись немного вперед Жалко только те души внизу Надо будет к тому парню сходить И как-то ему отомстить Я понял, как работает тот механизм И это уже само по себе хорошо Игра крутая, очень нравится И довольно сложная Смотря на то, что многие говорят об обратном И на этом, в принципе, все Надеюсь, вам понравилось Увидимся Всего хорошего И всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан